Здравствуйте, я Дарья Корнилова, я научный сотрудник Архангельского краеведческого музея. Норвегию и Россию, особенно Русский Север, связывают долгие и крепкие отношения. Доказательством такого тесного сотрудничества являются многочисленные совместные проекты. Архангельский краеведческий музей давно и плодотворно в таких проектах участвует. Эта замечательная выставка размещается в уникальном месте, в башне архангельских гостиных дворов. И это очень знаковый момент, ведь именно гостиные дворы встречали и принимали западных купцов. Архангельск был единственным торговым портом России в 16-18 веках. И здесь осуществлялась торговля, очень активная торговля западными купцами. А гостиные дворы являлись своеобразным фасадом всего русского государства. Первое впечатление о мощи и величии которого складывалось у иностранных купцов именно здесь, на берегах Северной Двины. Строительство этого масштабного комплекса на месте сгоревших деревянных гостиных дворов началось в 1667 году по указу московского царя Алексея Михайловича. Каменные гостиные дворы, в которых мы сейчас с вами находимся, являются первым каменным сооружением города и имеют 350-летнюю историю. Это сердце Архангельска, которое имеет международное значение. Связи с Европой и в частности с Норвегией не прекращаются и по сей день, скорее даже наоборот. Совместные проекты в совершенно разных областях развиваются, становятся все интереснее, чему мы все, безусловно, рады. Всем привет! Сборная Тайбова, Кузыбов и Ильян. Специальный проект для Поморского фестиваля. В честь 30-летия этого классного русско-норвежского проекта мы решили организовать фотовыставку, посвященную работам сборной Тайбовы на Поморском фестивале. К сожалению, границы закрыты, поэтому мы сделали виртуальную выставку, выставили ее в гостиных дворах. Это Краеведческий музей города Архангельска, один из самых классных музеев в нашей области. Все снимем, покажем, расскажем, потом запакуем и отправим эту же выставку в Вардю, где жители этого арктического города, города-побратима Архангельска, смогут увидеть все воочию и вживую. Наша выставка состоит из нескольких частей, и первая из них — это работы фотографа Асберна Нильсона. Это фотограф, наш друг и проектный менеджер из города Вардю. Его экспозиция называется «Место памяти». Посвящена она достаточно известному монументу, такому огромному артефакту, арт-объекту, построенному по эскизам Луизы Буржуа и архитектора Петра Цумтера. Вторая часть нашей выставки посвящена конкретно работам сборной Тайбова. Тайбова — это большое движение, это не только строители и художники, это артисты регионального жанра, это мастера народного творчества, это, в принципе, наши друзья-художники, которые приезжают с выставками. Поэтому мы начнем с рассказа о местности, где это все происходит, об архитическом городе Вардя. Сначала мы покажем немножко природы, городских пейзажей, потом плавно перейдем к истории о том, как наша команда приехала в Вардю, по-моему, в 2016 году и, в принципе, стала частью, по-настоящему частью этого сообщества, этого маленького арктического города. Варди — это арктическая территория, находится за полярным кругом, и летом туда прилетает огромное количество различных птиц, в том числе и чаек. И чайки — это, наверное, настоящие хозяева Варди. Они гнездятся везде, они везде летают, их там сотни и тысячи. Ну и вот буквально можно увидеть практически на каждом окне деревянного дома, и не только деревянного, можно увидеть гнездо и этих морских обитателей. Еще нужно сказать, что Вардю — это место, где исторически жили рыбаки. Изначально люди вообще там поселились только из-за, наверное, биоресурсов и рыбных запасов Баренцевого моря. Поэтому лодки, кораблики, всевозможные рыболовецкие баркасы — все это там есть. Как я уже сказал ранее, Вардю — это тундра. Поэтому большинство домов Вардю были построены из леса, привезенного из поморья, из Архангельской области. К сожалению, во время Второй мировой войны город был разбомблен, и большинство из этих домов сгорело. Но, тем не менее, исторически именно русский лес — это строительный материал для домов Вардю. Сейчас большинство из них, этих домов, также деревянные. Вот можно видеть такие двух-трехэтажные домики. В классическом, таком скандинавском стиле. Это фотографии Ильи Бармина. И, в общем, все, кто бывал в этом островке, в этом городке, наверное, узнают. Это место, куда заходят паромы Хюрт и Грюттен. И, в принципе, это два пирса, которые защищают бухту Вардю от штормов на Баренцевом море. Это фотография, и многие из этих фотографий, которые вы видите, стали основой для серии открыток и серии иллюстраций Алены Саламатиной. Это тоже участница сборной Тайбова и прекрасный иллюстратор-художник из города Плесецка Архангельской области. Серия называется «Легенды Вардю». Чуть позже мы вам покажем. По-моему, в 2016 году нас пригласили как раз Асберн и Рейми Странт. Асберн Нильцина и Рейми Странт, проектные менеджеры из Вардю, для участия в поморском фестивале. Для того, чтобы на этом месте, это старое поморское кладбище, на месте этого поклонного креста провести некое благоустройство. То есть сделать этот подиум, перебирать колодец, сделать место для чаепития, то есть стол и две лавки, ну и установить резную доску и звонницу. Из-за таможенных проблем не получилось привезти Архангельский лес в Вардю, то есть бревна приехали, но доски остались где-то на границе. И так получилось, что мы были большой и достаточно командой. Была, по-моему, целая неделя свободного времени и возможность исполнить свой эскиз, реализовать свою идею. Так родился Дракар Левиафан, но о нем позже. Спустя год, в 2017 году, все-таки доски доехали, и мы сделали два подиума, перебрали колодец. На этом месте было старое поморское кладбище, потому что Вардю и Архангельск – это города-побратимы, и более 200 лет активной культурной такой коллаборации, торговли и вообще совместной жизни есть в истории этих двух городов. Поэтому Вардю знает, кто такие русские поморы, кто такие выходцы из Архангельска. Ну и это не единственное место, где раньше была поморская кладбища, насколько я знаю. Вот этот крест поклонно был сделан архангельским мастером Юрием Ходнимом в 2011 году. Но чуть позже мы это все дело немножко облагородили и установили подиумы, резную доску и вот такое место для чаепитий. На открытии были прекрасные пинежские жонки Театра поморской культуры Сузюмья. Это, кстати, Таня Козьмовская в платье нашей подруги, дизайнера Анны Злотко. То есть помимо различных активностей, которые я уже перечислял, также мы приглашаем еще и людей, которые занимаются традиционной русской культурой, то есть фольклором, устно-народным творчеством, ну и вот в том числе созданием платьев как исторических, так и современных на некий исторический поморский лад, можно так сказать. Вот эта резная доска, стоит отдельно про нее рассказать, сделали мы в 2017 году. Здесь использованы традиционные мотивы и эскизы Александра Менухова. Здесь вот как раз грустный сюжет о том, что море иногда забирает рыбаков, и они не возвращаются домой. Внизу как раз что-то светлое, яркое, старинный русский праздник Масленица. И по центру гравюра, можно сказать, резная гравюра, посвященная дружбе Архангельска и Вардио. Вот год основания Архангельска 1584, год основания Вардио 1307 год. Как видите, достаточно древние, старые города. Вырезал эту доску наш знакомый резчик, и она существует в двух вариантах. Архангельск и Вардио – это города побратимы, и поэтому мы так придумали, что одна доска у одного брата, Вардио, вторая доска в городе Архангельске, конкретно эта была передана администрации Архангельска как раз краеведческому музею, гостиным дворам. Здесь вот ее можете когда-нибудь увидеть. Эта часть экспозиции посвящена нашей работе «Дракар Левиафан». Это самая наша большая, важная, значимая, огромная скульптура в жанре ленд-арт, построенная из досок от старых домов, которые мы собрали в городе Вардио. То есть это такой рецайклинг, переосмысление материалов в том числе. То есть это огромная скульптура, построенная за 10 дней, не знаю, каким-то чудом, с хорошим настроением. До сих пор она стоит в городе Вардио, ничего с ней не случилось. Прошло 5 лет, стала символом этого места, туристическим магнитом. Ну и наша визитная карточка, а также нашим вторым логотипом. То есть у сборной Тайболы есть фестиваль Тайболы, там мамонт главный. А наш логотип – это как раз Дракар Левиафан и вот этот Исполин, который совмещает в себе сюжетно скелет Кашиота, Левиафана, морского чудовища и корабль викингов Дракар. Чуть позже мы дополнили Дракар лестницей, потому что он стоит на одинокой скале Скаген. Ну и по просьбе местных жителей установили вот такую беседку для того, чтобы можно здесь было посидеть у огня, защитой вот от ветра и посмотреть на море. Еще одна скульптура, которая осталась после Поморского фестиваля, и скульптура из дерева, называется она «Рыбаки, несущие свет». Это наша вторая скульптура в этой серии. Первую мы сделали в городе Тронхейм, по-моему, в 2018 году для фестиваля «Трансформ». И в 2019 году командой сборной Тайболы мы как раз установили такую скульптуру в городе Варде, похожую сюжетно, то есть в основе старая деревянная лодка, фигуры четырех человек, четырех рыбаков, которые несут эту лодку. Здесь установлены источники света, светодиодные лампы, и в темноте. Город Варде – заполярная территория, соответственно, в зимний период там очень темно. По задумке должен светиться, должен идти свет, и, в общем, это рыбаки, которые буквально несут свет. На гербе города Варде изображена лодка, солнце, и есть девиз. Если перевести на русский язык, то это переводится как «свет рассеет тьму», что-то в этом духе. Поэтому мы работали сугубо в местном контексте и использовали для качества строительных материалов запчасти от старых брошенных лодок. Это также бывшие ящики для хранения рыбы. Поэтому все вот эти предметы, которые вы видите, которые превратились из горы мусора в четырех людей и в эту лодку, это все на самом деле буквально история этого места, буквально история Варде. Вот на следующем слайде видно Грианита Кристенсен, это проектный менеджер, которая приглашала нас в прошлом году на Поморский фестиваль. И на тот момент мэр города Варде Роберт Йенсен, тоже наш хороший, я могу сказать, приятель, товарищ, с которым мы пьем иногда кофе. Еще одна сторона фестиваля Тайбова и нашей большой сборной команды – это уличный театр, это театр огня, это артисты оригинального жанра, которые называются «Змей и радуга». Это команда из города Северодвинска. Мы, по-моему, дважды приезжали со «Змей и радугой» в Ардио, и в этом году должны были поехать в третий раз, но, к сожалению, не случилось. Это люди, которые занимаются оригинальным жанром, то есть ходули, каунада, буфонада, костюмы, уличные представления. И, конечно же, это фаер-шоу, это работа с огнем. То есть мы не только про монументальное искусство, но, конечно же, и про организацию мероприятий, и про то, чтобы создавать классные эмоции, дарить хорошее настроение. В составе сборной «Тайбова» часто приезжают музыканты из города Архангельска, из города Северодвинска, музыканты нашего большого фестиваля «Тайбова». Конкретно здесь присутствует команда «Неизвестный композитор» и музыканты из «Вардио». Они сейчас совместно исполняют что-то из советского, можно сказать, репертуара. Это церемония открытия памятной стелы, посвященная партизанам, погибшим во времена Второй мировой войны, сражавшимся против фашистской Германии. Нужно сказать, что рядом с «Вардио» находится маленькая деревня Киберг, и в свое время ее звали «Лили Москал», называли это место «Маленькая Москва». Потому что, когда немецкие войска стали захватывать с юга Норвегию, часть храбрых мужчин и женщин сели в лодки и буквально переплыли на мыс Рыбачий, в Мурманскую область, из этого Киберга. Спустя полгода норвежские мужчины вернулись в «Вардио», вернулись в Финнмарк, в северную Норвегию, и совместно с советскими войсками сражались как раз с фашистскими захватчиками. То есть, исторически сложилось, что «Вардио» очень хорошо относится к русским, к русскоязычному населению, и в том числе и современная история, и период Второй мировой войны показал, что мы конкретно друзья. И Финнмарк был освобожден как раз советскими войсками. До сих пор жители «Вардио», Киберга, Вать помнят об этом и исполняют песни тех лет, там, «Катюша», например, «Молдаванка» и так далее. Все песни военных лет, которые ваши бабушки и дедушки, и мои бабушки и дедушки слушали, вот этот коллектив также исполняет. Это буквально наша история. Это фотография еще с нашего интересного проекта. Это уже большой спектакль, который мы показывали в зале. То есть, это не уличное представление, а представление в большом актовом зале с хорошим светом, звуком. В основе лежит две составляющих. Это творчество уличного театра «Змеи и радуга». Это представление называется «За северным ветром» и стендарт-шоу, то есть песочное шоу, картины, которые работали так называемым «бэком», фоном, который в живом времени создавал наш арт-директор, художник Александр Менухов. То есть, песочные иллюстрации дополняли эту историю. А история была сыграна, ну, это сказка, можно сказать, традиционная сказка про молодого человека, у которого в груди был камешек льда, который, в конце концов, ожил и превратился из ледяного сердца, из холодного сердца, стал настоящим человеком, он нашел свою любовь, конечно же. Следующие фотографии посвящены как раз нашим музыкальным друзьям. Это команда «Неизвестный композитор». Это Дмитрий Дичков, мультиинструменталист и человек, который играет феноменальным образом на гитаре, ну, и поет и вообще. Это студенты колледжа культуры. Ну, и благодарные зрители, которые пришли на выставку, пришли на концерт, посмотреть, что же мы такое интересное привезли и кого пригласили с собой. Следующие фотографии посвящены как раз художественной истории. Это выставка Екатерины Юра Новой. Это, по-моему, фотостудия Адберна Нильсона, с экспозицией которого мы начинали этот рассказ. Ну, а это уличные представления, уличный шоу, уличное шоу от команды «Драм-там-там», сборная барабанщиков из города Мурманска, наши большие, шумные, классные друзья. Ну, и перед переходом к последней части экспозиции, к иллюстративной, хочу отметить как раз невероятные пейзажи, природные пейзажи, вот Белая Олежка и вот прекрасное Баренцево море. Ну, и надо сказать про фотографов, которые участвовали в этой выставке. Это Асбер Нильсон, это Ирина Ефимова. Здесь вы увидите фотографии Ильи Бармина и Валерии Бабанской и нашего оператора Игоря Фролового. В 2020 году совместно с дизайнером и иллюстратором Аленой Соломатиной и иллюстратором Ксенией Бородиной мы создали серию открыток, серию иллюстраций, которая называется «Легенды Лардио». Конкретно сценаристом всех этих картинок выступил я сам, потому что я там бывал неоднократно и примерно знаю, о чем можно рассказать. И мне хотелось подсветить этими иллюстрациями, этими открытками самые, наверное, интересные моменты, которые есть в арде для жителей города и для гостей, такие туристические магниты. Ну, в первую очередь, это, конечно же, арктическая природа. Здесь вот и киты, и птица-тупик, и бёрд-вочеры-наблюдатели за птицами. То есть, если вы любите дикую природу и любите вообще какую-то жизнь, и что-то необычное, то, пожалуйста, приезжайте в арде, вы точно увидите огромное количество птиц, не такое огромное количество зверей, но если вы любите рыбачить, то здесь тоже все в порядке. И киты там действительно есть. Это не просто картинка, которая вот собралась. Что еще? Эта работа посвящена совместной поморской торговле, истории Архангельска и Вардио. Если внимательно присмотреться, то здесь вот видны силуэты церкви Вардио. И вот, в общем, город Вардио плавно притекает в город Архангельск. И конкретно это, это гостиные дворы, то место, где мы здесь сейчас находимся. Вот здесь у нас есть русский рыбак Помор, который везет свой товар. Не знаю, пусть это будет пенька. И здесь вот норвежский его коллега, который везет на обмен рыбу. Как раз меновая торговля была основой этой культуры, поморской культуры, поморской торговли между Финнмартом и Поморьем. Эта открытка посвящена более древнему времени, раннему средневековью. Вардио тесно связан с викингами. Когда мы строили Дракар-Левиафан, мы узнали, что пролив, который отделяет остров от материка, называется Бюссюнд. Сунд по-норвежски пролив, насколько я понимаю. А Бюсса – это название флагманского корабля викингов. То есть, если шла какая-то некая эскадра из Дракаров, то самый большой назывался Бюсса. Вроде как так. Что здесь изображено? Здесь тот самый пирс, который мы видели на фотографии. Или Бармина – удивленный норвежский рыбак, традиционно в красной шапочке, в оранжевом костюме. И как раз по сюжету реальный мир, который существует в данный момент, совмещается с таким мифическим и древним. Вот идут норвежские викинговские дракары. Здесь мы видим два ворона. Это спутники бога Одина. Норвежицы говорят «Удин», но для нас это Один. Вот он, одноглазый старик. Здесь всемирный змей, который оборачивает землю вокруг. Ирмургант. В общем, для всех любителей викингов и скандинавской истории, конечно, все будет понятно, что здесь нарисовано. Но это также еще и про юмор, потому что рыбак достаточно в комичном и удивительном положении. Он не мог представить, что рыбу на своем любимом пирсе вдруг увидит все то, во что верили жители этой местности тысячи и тысячи лет назад. Вот этот свадь посвящен конкретно поморскому фестивалю. То нашим уличным представлением вот здесь отрисованы Виталий Карачев, «Змей радуга», «Файер-шоу». Здесь барабанщики «Драм-там-там» с одной стороны. Здесь благодарные жители. И по центру вот эта высокая церковь. И маленькие эти вот норвежские скандинавские домики двух-трехэтажные. Следующие открытки, вот эти вот иллюстрации серии «Легенды Варди» посвящены другим мифическим и историческим фактам, которые присутствуют в этом городе. Например, в центре Варди есть одна из достопримечательностей – крепость Вардихус. Она трижды перестраивалась, но сейчас она открыта для посещений туристов, гостей. В общем, все, кто был в Варди, сразу же узнают это место, эти огромные пушки. Так вот, когда-то даже в арктических широтах были пираты, и Вардихус в том числе был тюрьмой для каких-то морских разбойников. Мы позволили себе домыслить ту историю. Вот тут уже у нас припыл пиратский корабль, и с пиратом сражается солдат норвежской армии тех веков, по-моему. Это костюм как раз 17-18 века. Действительно, даже в Арктике были пираты, их там ловили и садили в тюрьму Вардихус. Этот слайд посвящен одной из гипотез, почему Варди называется именно Варди, потому что в Арке, я так понимаю, что это волк, и было одно из обоснований имени этого места, Волчий остров. Волков мы там никогда не видели, но мы опять здесь совместили реальную фотографию, отрисованную. Вот полярный волк, вот силуэт Вардио, и это мифический, опять же, из скандинавской и германской мифологии, древний огромный волк, которого зовут Фенрир. То есть вот настоящий волк и вот древнегерманский мифический волк. Эта открытка посвящена, как вы видите, рыбакам, всей этой рыболовейской истории. Это вы можете узнать наш арт-объект, рыбаки, несущие свет. Ну и на втором плане, даже на третьем плане, здесь силуэты двух, опять же, мифологических персонажей. Это всемирный морской великан Игир и его супруга Ран. Опять для скандинавской и германской мифологии здесь присутствуют. Вот этот слайд, вот этот арт нарисовала Ксения Богданова. Он задумывался изначально как принт для футболки, поэтому он выполнен совершенно в другом стиле. Он нарисован в кривых, а я надеюсь, что мы обязательно его когда-нибудь распечатываем, и это все будет, так называем, нашим мерчем. Здесь в этой работе совместились все, в принципе, ассоциации, которые возникают конкретно в Маянгово. И вообще у людей, которые приезжают в Ардию, в Северную Норвегию, это викинги. Вот они, вот Дракар, Левиафан. Здесь рыбацкая история, чайки, рыбак, море. Здесь скандинавские руны, морские птицы, северные олени. И вот эта история про Волочий остров как раз тоже присутствует в этой шапке волка. То есть здесь все слито, все идеи, которые вы видите на остальных открытках, здесь исполнены в одном стиле. Я думаю, что это будет действительно классный арт, и мы, может быть, его еще и нарисуем где-то на стене в качестве паблика арта или будем использовать в дальнейшем как мерч. Последняя работа посвящена монументу ведьм, как я уже говорил. Здесь вы видите девушку в традиционном норвежском костюме, здание, построенное по эскизам Луиза Буржуа и Петера Цумтера. И, в общем, это история про новую надежду, что бы это ни стало, потому что именно гора и здесь рассвет. Если вам понравились эти арты, знайте, что в арте они были использованы по назначению, можно так сказать. И Грианита Кристенсен заказала гору сувениров. Это различные магниты, блокноты, открытки, ну и другая сувенирная продукция с этими изображениями, с этими иллюстрациями. Поэтому, если вам понравилось что-то, вы можете заказать это в интернете. Ссылочка в описании под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok